Близится конец года. Успеют ли подрядчики сдать срок объекты ФЦП? В этом вопросе разбирались сегодня глава республики вместе с вице-премьером правительства Крыма. Увидев в очередной раз сорванные сроки предоставления рабочей документации заказчику, было принято решение на штабе нашим рабочим начать процедуру расторжения. В главный трудовой документ страны вносят поправки из-за пандемии. Основная задача правительства на данный момент – регулирование дистанционного режима работы. Мы понимаем, что работодатели очень неохотно шли на такое задействование своих работников. Государственные награды, медали и грамоты глава республики в торжественной обстановке поблагодарил крымских медиков за самоотверженный труд в дни пандемии. Крым полностью весь работает на то, чтобы поддержать наших врачей, медицинских работников. И слова благодарности и уважения, которые сегодня сказаны – это самое малое, что мы можем для вас сделать. Холодный северо-восточный ветер и неустойчивая погода. По прогнозам синоптиков, в Крыму в ближайшие дни пройдут дожди, а горную местность настигнет мокрый снег. Трискучих морозов не ожидаем. Характер к погоду в принципе особенно не меняется, но в Тереме есть вероятность осадков всяких разных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ряд нарушений наблюдается и при строительстве общеобразовательных и дошкольных учреждений. В селах маловидная, мирная и песчаная ситуация развивается по одинаковому сценарию. Не хватает кадров, некоторые строители отсутствуют на объекте. Среди необходимого числа рабочих на стройках присутствует меньше половины, а в ночные смены могут отсутствовать и вовсе. Соответственно, возникает вопрос о своевременной сдаче школы и детских садов. Сотрудничество с подрядчиками теперь власти намерены строить иначе. Но тем не менее, коллеги, я прошу, Евгений Алексеевич, в ручном режиме оценивать возможности подрядчиков при заключении в следующем году контрактов. Если у подрядчика есть уже взятые на себя обязательства и, соответственно, хотя бы по одному есть отставание, новых контрактов быть не должно, соответственно, но без вариантов. Ну, смысл, да, то есть как бы он берет еще один подряд, соответственно, три человека там вместо ста перебросит на этот объект и будет дальше растягивать ситуацию. На фоне недостатков есть и положительные моменты. Полностью завершена реставрация одного из символов Крыма. Ласточкино гнездо на следующей неделе планируют сдать. В селе Оленевка строительство газопровода также выполнено на 100%. Более того, на сэкономленные деньги заказчик принял решение продлить газопровод еще на треть поселка. Таким образом, он приступил к работе по второму контракту и к 30 ноября планирует все завершить. Власти отмечают, что из 66,5 миллиардов выделенных по ФЦП средств освоение составляет более 82%. Эльвина Зарипова, Служба новостей, ИТВ. Вирус не дремлет и снова портит статистику. 214 новых случаев COVID-19 зарегистрировали крымские медики за последние сутки. 46 человек вирус переносят без симптом, на 116 обратились самостоятельно за медицинской помощью. 95 – те, кто ранее проконтактировал с заболевшими. И три случая – завозные из-за рубежа. Шесть человек не справились с коронавирусной инфекцией и скончались 18 ноября. Всего за время пандемии заразились COVID-19 почти 13 тысяч человек. Выздоровели более 8,5 тысяч за весь период. Умерли 222 заразившихся. В Крыму усилены карантинные меры. По-прежнему власти республики призывают всех соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и не заниматься самолечением. Трудовой закон в период пандемии. Коронавирусная инфекция уже почти целый год вносит серьезные коррективы в жизнь жителей Крыма и всей России. С началом пандемии масса людей покинули свои рабочие места и перешли на удаленный режим работы. Из-за этого правительство страны было вынуждено принимать новые решения и вносить изменения в Трудовой кодекс России. Главное нововведение – закон о регулировании дистанционного режима работы. Он вступает в силу уже с 1 января 2021 года. На сегодняшний день в России на дистанционном режиме находится совсем небольшое количество людей. Хотел бы привести данные по Российской Федерации. В Крыму, я думаю, что картина примерно такая же. Из более чем 67 миллионов работников, задействованные в экономике, на удаленной работе по законодательству, которые сейчас действуют, не более 30 тысяч. То есть мы видим это очень-очень мизерно. Мы понимаем, что работодатели очень неохотно шли на такое задействование своих работников. Работодатели неохотно принимали людей на дистанционный режим и в былые времена, когда не было речи о пандемии. Теперь ситуация совсем иная, и изменения в трудовой кодекс – мера необходимая. Сейчас основная задача правительства – разработать все правила, которые обеспечат права работников и организаций в период дистанционного режима работы. Многие инициативы по изменениям в трудовой закон предложили профсоюзы. Так, например, если работник должен выполнять свои обязанности из дома, но не выходит на связь и ничего не делает в течение двух дней, начальство будет иметь полное право уволить сотрудника за прогул. При этом и от работодателя тоже серьёзные требования. Если работник переводится на удалённый режим работы, и работодатель не обеспечивает его ресурсами интернет, допустим, оборудованием, компьютером и так далее, то в этой ситуации работник может использовать своё оборудование. А работодатель, как предусматривается в законодательстве, обязан ему компенсировать затраты на электроэнергию и так далее. И вот сейчас рабочие группы отрабатывают все эти моменты, чтобы всё было учтено. Также речь идёт о рабочем графике и расписании. Если работодатель продолжает давать задания сотруднику после окончания рабочего дня, то будет обязан доплачивать за сверхурочные часы. Также стоит отметить, что сейчас крымчан волнует не только дистанционный режим работы, но и учебный процесс в школах. Ситуация с распространением инфекции в Крыму стабильно сложная, но власти республики не переводят все образовательные учреждения на удалённый режим. Наши школы, выдерживая, наши образовательные учебные заведения, выдерживая требования Роспотребнадзора, придерживаясь всем рекомендациям и требованиям, всё-таки держат ситуацию под контролем и дети обучаются. Потому что, конечно же, важно не только знание, но и работа в социуме. То есть для детей это важно. Соблюдение мер безопасности в период пандемии – гарантия скорейшей нормализации всех рабочих процессов, в том числе и экономики. Закрывать все предприятия на дистанционный режим точно не выйдет, особенно когда речь идёт об индивидуальных предпринимателях. Они будут решать сами, в каком режиме работать, и отпускать сотрудников на дом будут исключительно в том случае, если им может это позволить финансовая возможность. Глава Крыма Сергей Аксёнов в торжественной обстановке наградил врачей за их самоотверженную работу во время пандемии. Перед церемонией вручения наград глава Крыма выразил медикам глубокую благодарность за тяжёлый труд и преданность своей профессии и добавил, что всесторонняя поддержка медицинских работников – приоритетная задача федеральных и республиканских властей. В ходе мероприятия врачам были вручены государственные награды России «Орден Пирогова», медаль Луки Крымского, а также медаль за доблестный труд и почётные грамоты Совета министров Крыма. «Благодаря вам спасены тысячи жизней. Это некрасивые слова, это действительно факт. И вот сегодня, наверное, Крым полностью весь работает на то, чтобы поддержать наших врачей, медицинских работников. И слова благодарности и уважения, которые сегодня сказаны, это самое малое, что мы можем для вас сделать. Ваш профессионализм действительно помогает вытаскивать людей из самых сложных ситуаций. Поэтому слова благодарности, вам низкий поклон за всё, что вы делаете». Следственный комитет по Крыму и Севастополю завершил расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц предприятия «Крымэнерго». Два экс-заместителя гендиректора обвиняются в мошенничестве и покушении на него с использованием своего служебного положения. Напомним, 5 апреля текущего года действующий на тот момент заместитель руководителя получил взятку в размере 300 тысяч рублей от представителя предпринимателя за способствование в получении договора на присоединение к электросетям «Крымэнерго». Замдиректор был задержан сотрудниками ФСБ России. Следствием установлено, что в данной преступной схеме замешан и первый заместитель директора госпредприятия, который также был задержан. Все необходимые следственные мероприятия проведены. Установлены обстоятельства совершенных преступлений. В ближайшее время дело направят в суд. Дорожное движение Тепло уже не будет. В Крыму официально открылся сезон холодов. Уже сейчас температура воздуха на полуострове на 2-3 градуса ниже среднестатистической нормы. По прогнозам синоптиков, до конца текущей недели сохранится неустойчивый характер погоды. Это говорит о том, что на территории Крыма возможны осадки. Есть вероятность, что местами пройдут небольшие дожди, а в горной местности выпадет мокрый снег. Прогноз погоды на ближайшие несколько дней намекает, что крымчанам стоит одеваться потеплее. Температурный фон такой. Северные районы Крыма 1-3 градуса ниже нуля. Столица республики 0-1, а побережье у нас теплее. 3-6 градусов тепла. И все тот же неприятный северо-восточный ветер в отдельных районах до 15 метров в секунду. Это выходные дни. Начало следующей недели. В понедельник преимущественно без осадков. И день более-менее теплый. 5-10 градусов тепла. Но ночные температуры существенно не меняются. То есть у нас все время такие колебания температуры в зависимости от прохождения фронтальных разделов. Из-за возможных снегопадов и сильных ливней в горах управление МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение до 23 ноября. Уже 24 числа до полуострова доберется очередной холодный фронт. Дневная температура понизится до 1-6 градусов тепла. В ночное время в северных районах республики температура воздуха будет опускаться ниже нуля, а в Симферополе столбик термометра обещает быть ровно на нулевой отметке. Также следующая неделя может быть богата на осадки. Есть вероятность уже умеренных осадков в виде дождя и мокрого снега. В конце недели осадки прекращаются. То есть делаем вывод, трескучих морозов не ожидаем. Характер к погоду в принципе особенно не меняется. Но в Тереме есть вероятность осадков всяких разных – моросящих, твердых. Стоит отметить, что крымскому холоду способствует и специфический климат. Даже при плюсовой температуре наслаждаться свежим воздухом мешает неприятный ветер. Пока сильные морозы на полуостров все же не собираются, но переменчивый характер погоды еще даст о себе знать. Татьяна Ополева, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым провели тренировочное пожарно-тактическое учение во Дворце детского и юношеского творчества. По легенде, возгорание произошло в библиотеке на третьем этаже. Все были эвакуированы, кроме одного посетителя, который оказался отрезан от пути эвакуации. На место ЧП прибыли пожарные и незамедлительно приступили к ликвидации возгорания и спасательной операции. С нескольких сторон они проложили рукавные линии для тушения условного огня и подключили их к гидрантам. Спасение условно пострадавшего проводилось через окно. При его эвакуации пожарные использовали специализированную технику – пожарную автолестницу. Несмотря на условное происшествие, личный состав осуществлял ту же работу, как и в реальной обстановке чрезвычайного происшествия. В результате учений все цели и задачи были выполнены в полном объеме. Такое мероприятие впервые, а вообще тренировочное, они у нас раз в квартал обязательно, чтобы детки и родители, и взрослые не пугались таких моментов, сохраняли спокойствие в случае происхождения такой ситуации и знали, какие пути эвакуации для них, где они должны находиться, как они должны себя вести. То есть я считаю, что сегодняшние мероприятия очень полезны и для нас, потому что мы, я думаю, с сегодняшнего дня еще более подготовлены к таким моментам. Редактор субтитров А.Семкин